К визиту высоких гостей это социальное учреждение давно привыкло. В конце апреля текущего года здесь побывал Мурат Зязиков, заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. А сегодня в Добринском интернате ждут самого полпреда Александра Беглова. Сейчас в Добринском геронтологическом центре находятся 190 пенсионеров. Все живут одной дружной семьей, хотя у каждого из них своя история жизни. Привело меня перелом бедра шейки, шейки бедра, в которую я шел в больницу с глазом и упал на территории больницы. Меня сразу забрали в отделение, сделали, прооперировали меня и оставили там на 8 месяцев. Мне рекомендовали этот центр в Волхове и не имея там достаточных условий проживания, ну большой такой худой дом, я решил приехать сюда хотя бы на зиму. Но мне понравилось и я остался здесь постоянно. Таисия Малкина живет здесь с первого дня, помнит, как красную ленту перерезал сам Владимир Путин. Да, он открывал. Я была в Каменке и первый день, как открыли это, я была на открытии. У меня есть фотографии, встречи, рассказывал он нам, что нам будет спокойно. Спокойно не то слово, говорят пенсионеры. Живя в Добринском интернате, они отдыхают душой. Одним бы транспортным средством больше. Не постеснявшись об этом, во время апрельского визита главы региона Вадима Потомского попросил медперсонал и проживающие здесь. У нас тяжелые, лежачие, много больных. Их довольно сложно доставлять туда, на консультации, на лечение. Сколько больше? Ну да, у нас небольшая просьба. У нас десятилетие в следующем году нашего центра. Ну, хорошо. И к десятилетию, и к девятилетию давайте. Они и не думали, что с того момента пройдет меньше трех месяцев, как в учреждении появится еще один высокий гость. В его руках ключи от мечты. Может, я его вручу, да? Директору военной реализации. Спасибо. Браво! Спасибо. А до вручения мечты был небольшой обход. Александр Беглов сам лично захотел убедиться в условиях, в которых живут орловские ветераны войны и труда. Все хорошо. Нравится, да? Конечно. Здесь живут люди, у которых нет другого дома. По разным причинам это могло быть. Но итог жизни они подводят в нашем учреждении. Пятиразовое питание – необходимая медицинская помощь. Процедуры, которых в обычной жизни можно добиться путем поликлинического осмотра. Ранее все это было недоступно для пациентов Добринского дома-интерната. С подарком от главы региона живущих здесь можно смело отправлять на обследование в Орел. Виктория Юркова, Олег Фомин. Телеканал Первый областной.